Время спорта 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 к первенству мира, которое состоится в ноябре. Главный тренер и капитан сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев и Илья Леонов стали гостями межрегионального турнира по футболу Кубок партии, который прошел в Саранске в минувшее воскресенье. Мероприятие было организовано Мордовским отделением партии «Единая Россия». Его участниками стали 8 любительских коллективов из Саранска и Ульяновска. Очень много команд писали, но мы первый такой пробный турнир сделали, две группы сделали по четыре команды, но писали, очень многие хотели тоже поиграться, заявиться. А вот Сульянская команда приехала, еще тоже из Казани писали, но уже места были просто забиты. Вот извинились, говорили, давайте на следующий раз приедем, обязательно поиграем. Почетные гости прибыли в Саранск по приглашению организаторов и пожертвовали ради этого свои единственные свободные выходные. Для наставника нашей национальной сборной Михаила Лихачева приезд в Мордовию – это еще и хорошая возможность повидаться с родственниками. Его мама родом из нашей республики. И Михаил, будучи ребенком, часто проводил лето в нашем регионе. У меня мама отсюда здесь родилась, выросла, поэтому с большим удовольствием приехал. Вчера был очень тяжелый у меня день, навещал всех родственников. В общем, такие самые теплые чувства испытал вчера, у меня был очень хороший день. Двукратный чемпион мира, обладатель золотого мяча, призы лучшему игроку в пляжный футбол в мире Илья Леонов в настоящее время является играющим тренером в команде «Локомотив». В 2011 году он присутствовал на церемонии награждения, когда золотой мяч вручался в том числе нападающему Барселону Леонелю Месси. Себя звездой пляжного футбола Леонов не считает, но любители думают по-другому. Стоило только футболисту появиться на стадионе, как он стал самой популярной персоной. Если футболист молодой, перспективный, с хорошей школой, все равно он должен изначально пытаться пробиться в хороший клуб именно в большом футболе. Возможно, это, конечно, и первая лига, где тоже, скажем так, финансирование намного выше того, что мы имеем футболисты даже в сборной России, именно в пляжном футболе. Но каждый убирает свою дорогу, кто-то вовремя кому-то надоедает эти перелеты, разъезды по вторым лигам, и ребята обращают свои взоры именно на пляжный футбол. Или ребята из мини-футбола тоже, скажем так, там бывают такие времена, что команда и закрывается из-за плохого финансирования. Ребята также, у нас много ребят из мини-футбола приходят, и которые находят именно себя в пляжном футболе. Помимо непосредственного визита на турнир, почетные гости изучили спортивную инфраструктуру Саранской, пришли к единому мнению, что в республике должна быть команда по пляжному футболу. И Лихачев с Леоновым готовы оказать региону 13 содействие в этом деле. Тем более, что чемпионат России, по мнению специалистов, считается самой сильнейшей лигой в мире в этом виде спорта. На мой взгляд, это необходимо, потому что это не требует каких-то сверхзатратных средств, а с другой стороны, есть возможность играть в чемпионате России, а чемпионат России по пляжному футболу – это самый сильнейший национальный чемпионат в мире. Это, в общем-то, гордость нашего пляжного футбола, помимо сборной. Поэтому очень хотелось бы, чтобы Мордовия появилась, надеюсь, она будет именно так называться. И максимально все, что могу, я сделаю для этого, и буду помогать и курировать этот проект, если он родится. В итоге победителем первого турнира Кубок партии стала команда «Кафе Лесное». Лучшим игроком стал футболист этого коллектива Константин Попков. Александр Шунин из Мордовского госуниверситета забрал вратарскую награду, а Дмитрий Шамшулин из сборной пролетарского района забил больше всего голов. Представительница Мордовской спортивной школы Олимпийского резерва по легкой атлетике Клавдия Афанасьева стала чемпионкой Европы по спортивной ходьбе среди молодежи. Первенство Старого Света завершилось накануне в польском городе Быдгоч. Клавдия Афанасьева грамотно разложила силы по 20-километровой дистанции. Часть захода Афанасьева делила лидерство с представительницей Испании Марии Перес, но на последних километрах ушла от нее и на стадион вошла уже в гордом одиночестве. Клавдия Первой пересекла финишный створ с результатом 1 час 31 минута и 15 секунд. Перес стала второй, уступив представительнице Мордовии 14 секунд, замкнула тройку сильнейших Жавеле Вайцюкевичуте из Литвы. Еще двое мордовских ходоков завоевали медали юношеского чемпионата мира, который проходил в столице Кении, городе Найроби. В заходе у юношей на 10 тысяч метров серебряную медаль выиграл наш Салават Илькаев, прошагав дистанцию за 41 минуту 23,17 секунды. Сергей Кожевников остановился в шаге от педестала, показав четвертое время. Оба установили личные рекорды. А победителем стал китаец Яо Джан. В заходе на 5 тысяч метров у девушек бронзовую медаль завоевала Эльвира Хасанова с результатом 22 минуты 35,72 секунды. Екатерина Горшенина заняла пятое место. Напомним, что наши ребята впервые в своей карьере выступали на международных стартах буквально накануне соревнований, получив разрешение ИАФ для участия в чемпионате мира в нейтральном статусе. Открытый чемпионат Мордовии по теннису на приз главы вот уже 15 лет собирает в Саранске людей, чьим главным хобби в жизни является большой теннис. Бизнесмены и чиновники, инженеры и профессора на несколько дней облачаются в футболки и шорты и бьются за призы мордовского турнира. Многие, приехав однажды в столицу Мордовии, затем становятся постоянными участниками чемпионата. Простите, жены, что меняем часто мы. Общение с вами на прекрасный миг удачи. Когда идет удар, идет прием. Ну и, конечно, первая подача. Для меня Саранск город особый в моей биографии спортивной. Конечно, здесь теннис раньше я не знал, что он есть, но вот мне так повезло, что был свидетелем строительства, открытия кортов, на которых мы сегодня играем. Участвовал в многочисленных мероприятиях и международного, и всероссийского масштаба. Конечно, то, что корты построены были в свое время, это полдела. Главное, чтобы на них шла жизнь, чтобы играли дети, чтобы играли взрослые, чтобы проводились различные соревнования, в том числе и такие, как сегодня. Одним из завсегдатаев, а также неоднократным призером открытого чемпионата Мордовии является Владимир Ежов. Благодаря его приезду последние саранские турниры вполне можно считать международными, ведь Владимир Владимирович — профессор математики Австралийского университета имени Флиндерса в Аделаиде. Он является членом национальной сборной Австралии по теннису среди ветеранов. Кроме того, еще успевает и писать стихи, многие из которых посвящены любимой игре. В парном разряде Владимир Ежов уже выигрывал саранские турниры, а вот в одиночном разряде пока стать лучшим ему не удавалось. Вот и на этот раз в матче за выход в полуфинал математик из Австралии уступил, но при этом его встреча с Дмитрием Аникиным из Нижнего Новгорода стала настоящим украшением соревнований. Поздравлять можно с игрой. Игра была замечательная. Я считаю, что матч так, не скромно говоря, украшение турнира. И вот я все мечтал с Дмитрием сыграть, потому что мы играли турнир в Нижнем Новгороде, где он выиграл возраст 50, а я 55. И вот хотелось с ним на корте. Ну вот как раз разница в возрасте сказалась, ну вот в этих двух геймах. Но я считаю, что матч был чудесный, поэтому поздравлять можно за игру. Я вот счастлив за моего партнера, который был соперником на корте. Теперь, конечно, снова друг. Вот, что он победил вот в красивом поединке. И никаких нету сожалений по этому поводу. Ну, не сложились там очки последние. Ну, в общем, я доволен совершенно. Ради таких матчей стоило сюда приезжать. В итоге победу в возрастной группе старше 35 лет одержал Игорь Козлов из Саратова, обыгравший в финале президента Федерации тенниса Мордовии Николай Калиниченко. В категории 50+, лучшим стал также представитель Саратова Александр Кидяров. Среди теннисистов старше 60 лет золото досталось Ильясу Гельманову из Казани, который сумел в решающем матче переиграть вице-президента Федерации тенниса России Владимира Лазарева из Москвы. А в парном разряде победителями чемпионата стали дуэты из Рязани и Самары. На этом очередной выпуск самого полного дневника о спортивной жизни республики подошел к концу. Впереди богатые на события очередные семь дней. А на сегодня это все. С вами был Юрий Осипов. Смотрите нас на экранах и мониторах на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok